Партнер программы для маленькой компании торговая марка Меллида. Кисломолочный продукт? Варенец! Кушай варенец! Полезный будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет. С детворою у экранов соберемся выходной. Здесь тебе мы очень рады нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только маленькой компании. Точно! Сегодня мы побываем на занятии в танцевальной студии «Зайцев Дэнс». Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Это занятие в студии современного танца «Зайцев Дэнс». На танцполе хореографические навыки оттачивают самые юные ее воспитанники. Этим девочкам по пять лет. Два раза в неделю с огромным желанием на занятия в студию современного танца спешит пятилетняя Лиза Яскевич. О студии она узнала старшей сестры Сабрины, которая тоже ее посещает. Впервые на танцпол Лиза ступила в сентябре и, говорит, сразу же влюбилась в танцы. Сегодня она не представляет своей жизни без них. Танцует и в студии, и дома, и даже по дороге в детский сад. Я решила посещать студию, потому что я мечтала с детства ходить на танцы, танцевать. Я знаю много песен и люблю танцевать. И танцы – мое самое любимое занятие. Для спешного танца – макияж, прическа, одежда. И я люблю танцы. В студии современного танца Лизу, как и других девчонок, хореограф Дарья Зайцева обучает различным направлениям и стилям танца. Результат налицо. С каждым занятием дети становятся более пластичными, гибкими и подтянутыми. Воспитанники студии – постоянные участники городских мероприятий. Принимают они активное участие и в конкурсах, где завоевывают различные награды. Чтобы отлично выступать перед жюри, ребята постоянно оттачивают свои номера. И хотя самые маленькие танцоры пока в конкурсах не участвовали, на большую сцену они уже выходили. Самое удачное выступление было на Новый год, на вечеринке. Там было много детей, много мам, много женщин, много мужчин. И мне там очень сильно понравилось. Танцы – главное увлечение этих девочек. Танцевать они могут с утра и до ночи. Лиза Яцкевич призналась нашей маленькой компанией, что не исключает возможность в будущем связать свою жизнь с хореографией. Я мечтаю стать, когда вырасту, учителем танцев. Почему? Потому что я хочу учить детей танцевать, чтобы они выступали хорошо, отлично танцевали, выступали и учились танцами. 1 июня, в Международный день защиты детей, Лиза со своим коллективом выйдет на сцену Лицкого дворца культуры. Девочки продемонстрируют все, чему успели научиться за год. Полюбоваться на выступления самых юных танцоров в студии современного танца, а также ребят постарше, смогут все, кто заглянет в первый день лета на концерт. А много ли вы знаете о динозаврах? Да, нам о них рассказывали в школе и я читала о них в интернете. А правда ли, что продолжительность жизни динозавра, она зависела от его размера? Верно, ученые предполагают, что большие динозавры жили дольше, чем маленькие. Самый большой из них сейсмозавр, он весил 50 тонн, а в длину составлял 36 метров. Ого, вы так много знаете о динозаврах, но я думаю, герой нашего следующего сюжета знает о них еще больше. Давайте с ним познакомимся. Динозавр Динозавр, динозавр Говорил сердито, ар! Динозавр, динозавр Ар-р-р-р-р-р-р-р! Это любимая песня о динозаврах пятилетнего литчанина Дима Плотникова. Об этих животных он знает немало и может рассказать, когда они жили, чем питались, какими качествами обладали, как защищали себя и почему вымерли. В комнате у Димы настоящий доисторический мир. Здесь джунгли, вулканы, океаны и, конечно же, динозавры. Их фигурок у мальчика много. Все они абсолютно разные и не похожи друг на друга. Самым быстрым между динозаврами Земли был Велоцераптор, Протуцераптор, Ормитамин и Кахнотавр. Самым большим был Прослеозавр, Оргенцинозавр, Овенцезавр, Теплодок, Гигантозавр и Гигантораптор. Самым свирепым был Кираннозавр, Спиннозавр, Белоцераптор, хоть он был и мелким, но и юрким, и многоподвешным. Впервые динозавров Дима увидел на картинке в одной из книг, и ему захотелось побольше узнать о жизни этих рептилий. Родители купили сыну энциклопедию о динозаврах, а позже стали приобретать для него и другие познавательные книги о них, а также их фигурки и раскраски с изображением этих животных. Самым любимым мультфильмом Димы уже давно стал «Пояс динозавров». Все его герои невымышленные, а динозавры, обнаруженные палеонтологами, и факты, о которых рассказывается в мультфильме, реальные. Ими Дима поделился с родителями и младшей сестренкой Дашей. Травоядные динозавры питались травой, а хищники мясом. Травоядные ели траву, а хищники кушали травоядных. Травоядные динозавры еще глотали как? Потому что им очень нравилось их кушать. Или потому что им не хватало еды. А камни придирали желудки всю пищу, которую они съели. Дима немало рассказал нашей маленькой компании о динозаврах. Он объяснил, что они были очень разными. Одни размером не больше цыпленка, другие почти как гигантский самолет. Все это мальчик знает из энциклопедии и интернета. Во всемирной паутине Дима наблюдает за раскопками палеонтологов. Там же рассматривает движущиеся макеты динозавров. Читает интересные факты об этих животных. Дима знает и почему вымерли эти удивительные рептилии. Динозавры вымерли из-за падения метеорита, из-за вулканов, из которых выходил пепел. После этих рептилии поднялся климат и нечего стало есть. Нет травы, нет травоядок, нет мяса, нет хищников. Одни защищали рогами, другие хвостами, другие зубами, когтями. Дима продолжает изучать информацию о динозаврах и мечтает сам сделать открытие, связанное с этими животными. Если получится, то он пообещал поделиться добытыми фактами с маленькой компанией. А у меня для вас есть еще одна интересная история. Давайте, может, расскажем ее в следующую субботу. Нет, давайте сегодня, а до следующей субботы еще целая неделя. Предлагаю отправиться в гости к дошколятам и узнать, чем они занимаются в детском саду. Привет, моя маленькая компания. А вы занимаетесь спортом? А может, совершаете пробежки по утрам? А вот воспитанники 33-го детского сада со спортом на «ты». Они просто обожают занятия по фитнесу. «Будь здоровым» модно. Так считают воспитатели и воспитанники 33-го детского сада. В этом учебном году его педагоги стали заниматься с ребятами в возрасте от 4 до 6 лет детским фитнесом. Осваивают его мальчишки и девчонки под руководством руководителя физического воспитания. Занятия проходят раз в неделю. Скажи нашей маленькой компании, а зачем нужны занятия по фитнесу? Потому что, чтобы кости хорошо работали, чтобы шея не боела, чтобы спина не боела, чтобы мы были сильными, здоровыми, крепкими. Нашей маленькой компании удалось узнать, что детский фитнес – это физкультурно-оздоровительная форма работы с детьми с элементами гимнастики, хореографии и аэробики. Для занятий им воспитанники 33-го детского сада используют гимнастические маты, палки, мячи, обручи, скакалки. Специально для фитнеса в этом году детский сад приобрел фитболы и гимнастические кобрики. А вот такие яркие и красочные степы в дошкольном учреждении педагоги сделали своими силами. Степ-платформы сразу же понравились детям. Для многих они стали любимым спортивным инвентарем. Мне нравится заниматься на степах, потому что можно заниматься. Мне больше всего нравится прыгать на мячиках, потому что можно играть с ними, заниматься. А какие упражнения фитнеса тебе нравятся больше всего? Упражнения фитнеса очень люблю делать ежика, мостик, кувыркаться на фитболах, на степах, на гимнастических ковриках, на гимнастической ещенке. Занятия фитнесом длятся по 20-30 минут. Здесь очень много интересных, веселых, а главное полезных упражнений. Есть упражнения на растяжку, дыхательные и общеукрепляющие. Упражнения для профилактики нарушений осанки, плоскостопия и для развития вестибулярного аппарата. Заниматься фитнесом нравится всем ребятам, ведь такое занятие напоминает больше игру, со множеством веселых заданий. Да и проходит оно под музыкальное сопровождение. Что нужно, чтобы быть здоровым? Надо, чтобы быть здоровым, всегда заниматься спортом. Еще правильно надо соблюдать гигиену, умываться по утрам. Чтобы быть здоровым, нужно дышать на свежем воздухе, есть полезную еду, делать зарядку. Ходить больше гулять на улице, есть полезные фрукты, овощи. Следить за чистотой. Воспитанники 303 детского сада в один голос говорят, фитнес это замечательное занятие, и к тому же оно помогает оставаться бодрыми, веселыми и здоровыми. А это все, что мы хотели рассказать нашим друзьям на сегодня. А если вы хотите рассказать нам свою интересную историю, то поскорее пишите в группу нашей программы ВКонтакте. И мы обязательно расскажем о вас в нашей программе. А сейчас прощаемся с вами ровно на неделе. До встречи в следующую субботу. Пока-пока. С детворою у экранов соберемся в выходной. Здесь тебе мы очень рады, нашей дружной семьей. Если хочешь много знать ты, нам с тобою по пути. Все ответы на вопросы только в маленькой компании. Партнер программы для маленькой компании – торговая марка «Мелида». Далеко-далеко на лугу. Нет ни козы, нет ни кони, ни овца, ни кролик. На лугу пасутся коровы, которые дают вкусное и полезное молоко. А «Мелида» – наивкуснейший творожок, сметану, молоко, йогурт и многое другое. А теперь и новинка! Кисломолочный продукт – варенец. Кушай варенец полезный, будет иммунитет железный. Настроение поднимает и здоровье укрепляет. Кушай варенец. Кушай варенец. Кушай варенец.